А вы в курсе, что 44% сочинцев посещают спортивные секции, клубы, школы и просто ведут здоровый образ жизни. Надо сказать, это на 3% больше, чем в прошлом, в 2015 году. Но если говорить абсолютными цифрами, то на курорте спортом активно занимаются 210 тысяч человек. О развитии спорта в целом и о том, какие крупные спортивные мероприятия город Сочи примет уже совсем скоро, расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пелосян. Здравствуйте, Сергей Вячеславович, спасибо, что к нам пришли. Ну, как мне кажется, сейчас тема номер один такая в спортивной жизни Сочи. Это, конечно же, подготовка к нашим футбольным мероприятиям. Кубку конфедерации он пройдет в 2017 году и в 2018 мы примем чемпионат мира по футболу. Как город Сочи готовится к этим событиям мирового масштаба? Да, конечно, все уже знают, что на территории города Сочи уже в 2017 году в рамках проведения Кубка конфедерации состоится четыре матча. Один из них это будет полуфинал. И не то, что город готовится, а уже готовиться не остается времени. Мы уже готовы, мы можем об этом уже заявить. И подтверждение тому 30 ноября в город Сочи привозили тот самый Кубок конфедерации. Привозил его двукратный обладатель этого Кубка Жулио Батиста в сопровождении с Валерией Карпиным. Первые они вышли на стадион Фишт, первые они попробовали эту траву. Хочется заметить, также повезло и детям, воспитанникам нашего футбольного центра. Они тоже одни из первых, кто вышел на футбольное поле стадиона Фишт. И на сегодняшний день мы уже с уверенностью говорим, что Кубок конфедерации в городе Сочи состоится. Мы готовы. За городом были закреплены ряд задач, которые было необходимо выполнить. Это и подготовка номерного фонда, который на протяжении всего времени контролируется, поправляется, приводится в порядок. Здесь все готово. В рамках подготовки волонтеров уже более тысячи человек из 1100 необходимых набраны, тоже люди подготовлены. Но подготовка рекламных конструкций, подготовка озеленения. Особенно хочется отметить, что 73 улицы определены, которые будут благоустроены полностью заново к проведению Кубка конфедерации. Эта работа тоже уже ведется. В принципе, все, что касается города, мы уже готовы. Стадион Фишт, как заявили все средства массовой информации, готов. Скоро пройдет его приемка. Поэтому готовы встретить в июне чемпионат Кубок конфедерации. Ну да, жеребьевка Кубка конфедерации прошла в Казани 26 ноября. И делегация из Сочи тоже там принимала активное участие. У нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Какие команды сразятся на стадионе Фишт, стало известно в Казани. Там прошла традиционная жеребьевка. Ее итоги в своем микроблоге прокомментировал Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в Сочи уже есть богатый опыт проведения спортивных соревнований мирового уровня. Жеребьевка состоялась. На генеральной репетиции чемпионата мира 2018 Кубки конфедерации в Сочи пройдет три матча. Похоже, за Сочи пора закреплять новый туризм – туризм болельщиков. Мировые соревнования тут уже каждый год. Ждем лета 2017-го. Первый матч на стадионе Фишт пройдет 19 июня. Методом жеребья выяснилось, что в этот день мяч разыграют сборные Австралии и Германии. Следующая игра состоится 21 июня между Новой Зеландией и Мексикой. И 25 июня в Сочи на поле вновь выйдут немецкие футболисты и одна из сборных Африки, какая именно станет известна в феврале после решающего матча Кубка нации. За церемонией в Казани наблюдал также вице-губернатор Николай Далуда. По его мнению, эти события привлекут к футболу еще больше кубанцев. Это будет новый импульс для развития этого удивительного вида спорта. И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день на территории нашего края вообще занимается именно футболом в детских спортивных школах порядка 35 тысяч детей. А в общей сложности и взрослого населения, и детей в детских спортивных школах это порядка 400 тысяч. Ни один вид спорта не может собирать такое количество болельщиков. Мы постараемся сделать абсолютно все от нас зависящее, чтобы все болельщики, все, кто приедет смотреть игры на стадионе Фиш в городе Сочи, были действительно очень довольны тем, как принимаем мы. Потому что мы умеем принимать гостей. С учетом того, что чемпионат мира по футболу в 2018 году будет проходить в летние жаркие месяцы. Имеет полное понимание этого слова. И в том плане, что Сочи – курортный город, и летом там очень много гостей. Нам все это очень важно протестировать, увидеть. И как раз хорошо, что у нас и Кубок Конфедерации проходит тоже в это же время. То есть мы будем примерно понимать, что происходит. На стадионе Фиш встретятся и команды, вышедшие в полуфинал. Одной из них может стать и сборная России, если займет второе место в своей группе А. Матчи Кубка Конфедерации пройдут еще в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани. А что сделано было конкретно на стадионе? И вот тренировочные футбольные поля, насколько я знаю, тоже были специально построены? Тренировочные футбольные поля, они строятся, они в Кубке Конфедерации задействованы не будут. Мы рассчитываем, что после проведения чемпионата мира эти поля передадут городу, и наши же дети в первую очередь будут заниматься футболом на этих полях, все эти три поля. Ну а что касается стадиона Фишт, он был полностью реконструирован, были дополнительно сделаны трибуны, полностью он был адаптирован в соответствии с требованиями ФИФА и сегодня готов принимать зрителей. Футбол называют самым народным видом спорта, болельщиков по всему миру масса, больше чем в других видах спорта. Насколько популярен футбол в городе Сочи? И вот благодаря проведению Мундиаля количество желающих записаться в секции или примкнуть к какому-то клубу, к какой-то команде больше стало в Сочи? Если говорить о конкретно, что дает чемпионат мира, что дает Кубок Конфедерации, в части футбола, конечно же, не нужен был такой толчок, как Олимпийские зимние игры, которые полностью с нуля создали в городе Сочи развитие зимних видов спорта. И сейчас очень популярны они, с каждым годом количество желающих заниматься этим видом спорта в городе Сочи растет. Футбол традиционно в Сочи был всегда очень хорошо развит, очень хорошо, очень большое количество жителей города Сочи занимались футболом. Сегодня только в центре по футболу муниципальном более тысячи детей занимается. В общем же, количество любителей футбола занимаются, которые регулярно играют в футбол, более пяти тысяч всех возрастов. Федерация футбола городская проводит очень качественный чемпионат города по футболу. Есть даже чемпионат ветеранов футбола 45 лет и выше. Ну а количество, так скажем, зрителей, которые смотрят футбол в городе Сочи, оно, конечно же, я думаю, очень большое. И еще хочется заметить, что у нас 60 тренеров. Это, наверное, больше всего профессиональных людей, которые в городе Сочи обучают футболу наших ребят. Ну а что касается других видов спорта, в разных регионах отмечали после проведения летних игр в Рио-де-Жанейро и после успешного выступления нашей сборной там, в Бразилии, отмечали, что в секции, в некоторые секции стали записываться дети, допустим, там, фехтования, к примеру. У нас в каких-то видах спорта был отмечен такой всплеск? Знаете, у нас очень большое внимание главой города, администрации города Сочи, очень большое внимание изначально спорту уделялось, поэтому можно сказать, что мы пошли немножко впереди, не дожидаясь олимпийских летних игр. И такие виды спорта летние традиционные в городе Сочи, они всегда пользовались популярностью. Можно заметить, конечно же, что, например, в плавании очень большое количество желающих появилось после летних олимпийских игр. В художественную гимнастику, конечно же, больше наплыв пошел. Но это, к сожалению, у нас даже есть случаи, где у нас сложности возникают с базами. Мы не всех можем удовлетворить, точнее, удовлетворять мы, конечно, должны, и мы всех потребности удовлетворяем, но создаем неудобства в плане времени. Не всегда удобное время получается для детей заниматься. Но, опять же, есть объективная причина, потому что город Сочи, он один из самых привлекательных в России для проживания. И с каждым годом количество людей, которые город Сочи выбирают как место постоянного жительства, кратно вырастает. И мы это признаем, это понимаем, и мы постоянно пытаемся создать благоприятные условия для всех тех, кто приезжает в город Сочи в плане занятия физической культурой и спортом. А вот еще очень интересно, после успехов наших сочинок на Олимпиаде в Рио, это Стефания Илфутина, которая серебро завоевала в парусном спорте, и Елена Веснина в парном разряде по теннису. Вот именно в эти секции стало больше детей, или они были и так популярны и до побед наших спортсменок? Оба вида спорта в городе Сочи традиционные, такие же, как и футбол. И теннис, он всегда показывал большие результаты. Сочинские теннисисты на всех уровнях выступают достаточно хорошо. У нас два центра, одна школа, очень работают хорошо, забиты полностью. И я хочу сказать, что, опять же, тренерский состав очень сильный. Что касается парусного спорта, опять же, да, можно сказать, что благодаря победе, точнее, призеру, мы немножко сейчас подняли планку качества предоставления услуги, и к тренерам теперь у нас еще более отношение строгое. Но количество детей, занимающихся, оно у нас постоянно, вот этих видов спорта, оно никогда не сбавляется. А вообще, сколько, может быть, есть цифра, видов спорта сегодня активно развивается в Сочи? Зимние, летние, каких больше? И каких видов спорта нам пока не хватает? Какие бы хотелось секции еще открыть в ближайшей перспективе? Что касается видов спорта, то более 80 видов спорта сегодня в городе Сочи культивируются. Это и олимпийские, и не олимпийские виды спорта. Что касается, конечно же, летних видов спорта больше, потому что их больше апрелор. А зимние виды спорта на сегодняшний день мы тоже считаем, что максимальное количество в городе Сочи дети могут позволить себе секции. Что касается тех видов спорта, которые на сегодняшний день в городе Сочи хотелось бы с нуля, ну, наверное, можно там сказать о скалолазании. Только, пока что. Потому что есть виды спорта, которые хотелось бы, чтобы они более развивались, сильнее. Больше бы детей приходило. Например, регби. Тот же велоспорт, который в городе Сочи был до начала подготовки к Олимпийским играм и по объективным причинам, когда начали перекрывать дороги, то велоспорту пришлось, большому велоспорту пришлось из города Сочи временно уйти. Сейчас бы, конечно, хотелось бы его вернуть. И проводя кубки главы города Сочи, кубки губернатора по велоспорту в городе Сочи, мы пытаемся его сейчас затянуть обратно. Тем самым мы, конечно же, хотим популяризировать и в детских школах развитие велоспорта. А фехтование, да, мы его начали возрождать. За последние два года эта секция привлекла более 100 ребят. Поэтому 80 видов спорта – это достаточно большая цифра. И говорить о том, что что-то в городе Сочи еще хотелось бы затянуть – вопрос в базах, опять же. Понимаете, вопрос в том, что для того, чтобы качественно предоставлять услугу, нужно это делать на хорошо подготовленной, соответствующей всем уровням безопасности, в первую очередь, жизни, здоровья ребенку базе. А так как мы немножко сейчас имеем дефицит этих баз, то и 80 количества – это очень хороший показатель тех видов спорта, которые в городе Сочи культивируются. По статистике, больше 200 тысяч жителей Сочи, то есть, получается, каждый третий, да, занимается спортом, ведет активный образ жизни. Конечно, большинство секций и спортивные школы ориентированы все-таки на детей, да, на детей, подростков, взрослое население. Что сегодня город готов предложить им для того, чтобы вести тоже активный образ жизни, заниматься физической культурой и спортом? Да, есть, конечно же, в первую очередь, администрация города Сочи ориентирована на то, чтобы спортом в городе Сочи занимались дети. Согласен, у нас есть взрослое население, которые тоже должны поддерживать свою физическую форму. Для этого на территории города Сочи, ну, в первую очередь, конечно же, есть это фитнес-залы, это фитнес-центры. В сельских округах, которых в городе Сочи тоже достаточно много, у нас работают инструкторы, которые ведут занятия, предоставляют качественно, чтобы человек… Заниматься спортом тоже нужно уметь, нужно это делать качественно, чтобы не навредить себе. Для привлечения занятия спортом у нас в администрации, в департаменте физической культуры и спорта была с 1 января 2015 года запущена программа «Спорт для всех». Это в отдельных районах, во всех районах, но по разным видам спорта, на улицах выходили наши тренера, которые у нас работают в наших муниципальных центрах и школах, и совершенно бесплатно для всех желающих предоставляют открытые тренировки. Бокс, бег, лёгкая атлетика, карате – много видов спорта, которые в рамках этой программы можно позаниматься. Волейбол у нас на площадках, на всех… Также мы можем заниматься волейболом, футболом. Повторюсь, что у нас большое количество любителей футбола в возрасте старше 18 лет. Поэтому взрослый спорт в городе… Спорт, так скажем, это не спорт для взрослых, а физическая культура для людей, которые… Физическая активность. Она достаточно развита. Ну и плюс то, что город Сочи сегодня инфраструктура, это и набережные, и велодорожки позволяют людям самим утром, вечером, в свободное время заниматься активно физической культурой. Также все наши образовательные учреждения готовы предоставить свои открытые спортивные площадки для занятия физкультурой. Для этого достаточно всего лишь предъявить паспорт, и в определенные часы любой желающий взрослый гражданин может прийти и позаниматься физкультурой на стадионе. А что касается трудных подростков, как вы их вовлекаете в спорт? Глава города у нас дал такую команду. Мы всех трудных подростков, их немножко чуть более 200 в городе Сочи, которые состоят на учете, все эти ребята были распределены между тренерами. Для них был определен наиболее подходящий для его возраста, для его пола и характера вид спорта. И все они у нас привлекались в спорт, для занятия физкультурой и спортом. Из показателей, что хочется сказать, 5 человек снято с учета и начали заниматься спортом. Можно сказать, они делают успехи, и мы надеемся, что они даже себя проявят на профессиональном уровне. И 53 человека – это те дети, которые спортом стали заниматься регулярно. Это те дети, которые, опять же, подают надежды и которые, можно так сказать, встали на путь правильный. И мы тоже видим в них потенциал, и они будут, я думаю, скоро защищать наш город Сочи на спортивных мероприятиях. Для того, чтобы активно заниматься спортом, необходима инфраструктура. В период подготовки к Олимпиаде многое было построено, не считая спортивных дворцов и арен. Это и спортшколы, и площадки разные, в том числе во дворах города, и тренажерные залы под открытым небом. В перспективах, что сейчас строится еще и что будет построено в ближайшее время? Какие спортивные объекты и в каких районах нашего города? Ну, на сегодняшний день планируется. Скажем так, что за последние годы очень много было построено летних площадок, открытых на придомовых территориях, на территориях образовательных учреждений, где все желающие могут заниматься физкультурой, волейболом, баскетболом, мини-футболом. Эти площадки работают, летняя оздоровительная компания показывает, что огромное количество детей приходят на эти площадки, занимаются с нашими инструкторами, закрепленными за площадками. В планах также у нас вот Лазаревский наш комплекс был сдан, и сегодня очень хорошо функционирует. Что у нас в планах? Ну, в планах, конечно же, в первую очередь, это планируется расширить количество бассейнов. Мы рассчитываем на то, что у нас появится возможность и на территории Адлерского района, и на территории Центрального района. В ближайшем будущем мы начнем проектирование, ну, в дальнейшем строительство бассейнов для занятия плаванием детей. Также мы планируем построить еще одно футбольное поле для занятия футболом. Помимо, рассчитываем, опять же, что эти три поля к нам перейдут, тренировочные, которые полностью соответствуют требованиям ФИФА, соответственно, всем требованиям для занятия спортом. И также планируем еще одно поле построить за счет спонсорских средств, либо будем изыскивать возможность за счет города. Еще планы у нас, планы, да, есть у нас еще планы на территории Центрального района, ну, в связи с теми событиями со Спартаком, всем известными, да, конечно же, мы планируем, что появится пока что, может быть, легковозводимый малобюджетный спортивный комплекс для игровых видов спорта, в первую очередь. И хочется еще заметить, конечно же, у нас есть на территории девятой школы хороший спортивный комплекс, который нужно немножко давить до ума, чтобы там уже можно было полноценно проводить тренировочные процессы. Поэтому перспективы у нас есть, говорю с осторожностью, но надеюсь, что все это будет реализовано, потому что на сегодняшний день экономическая ситуация такая, что проектировать будем. Я по срокам не хочу ориентировать, боюсь ошибиться, но мы работаем над этим, как бы вот те проекты, которые я озвучил, они у нас стоят на ближайшую перспективу. Будем надеяться, что все будет реализовано. Ну, еще один интересный вопрос, это нормы ГТО, их сегодня активно сдают и школьники, и студенты. Какие сегодня уже результаты есть по этой программе? И, может быть, какие-то профессиональные уже трудовые коллективы привлекаются для того, чтобы так вот массово сдавать эти нормы, получать значки? Официально сегодня норму ГТО могут сдать школьники и студенты. И уже около 1200 ребят эту норму сдали. 370 человек получили значки. Те, кто не сдал, у них появится возможность еще раз это все пересдать. И мы планируем до конца года, что все студенты и школьники эту норму ГТО должны будут закончить. Что касается взрослых людей, трудовых коллективов, то принимать официально мы сможем у них с 2017 года. И, конечно же, мы всех приглашаем проявить свою инициативу, свою активность и в первых рядах заявиться на сдачу этой нормы. А в 2016 году просто к нам обращались трудовые коллективы для того, чтобы в тестовом режиме проверить, на что они способны, к чему готовятся, чтобы мы у них принимали эти нормы. Они были неофициальными, значки им выдаваться не будут. Но люди поняли, к чему им нужно, где им нужно подтянуться. И в 2017 году мы уже будем ждать их, я так думаю, натренированными, подготовленными. И они уже успешно сдадут эти нормы. А вы лично будете сдавать? Я поставил задачу перед департаментом, что как только появится возможность и мы официально сможем принимать ГТО, то весь департамент, конечно же, и я в том числе, в первую очередь должны будем сдать эти нормы. Поэтому я рекомендовал всем нашим сотрудникам. И сейчас, пользуясь случаем, рекомендую уже сейчас начать тренироваться. Также я буду настаивать на том, чтобы все сотрудники администрации, муниципальных учреждений, одни из первых, прошли и сдали эти нормы. Чтобы мы были своего рода паровозом и примером для остальных. Тем более, что сегодня администрация города Сочи, и это очень радует, все более и более спортивное становится. Все больше и больше сотрудников поворачивается лицом к спорту и занимаются физической культурой. Еще одно крупнейшее мероприятие, помимо чемпионата мира и Кубка конфедерации, которое мы примем, и примем уже совсем скоро, в конце февраля, откроются в Сочи третьи зимние всемирные военные игры. Что-то новое и для нашей страны. Расскажите, что это за мероприятие? В народе эти игры называются олимпийские военные игры. Там 44 спортивных вида проходят. Проходить они будут как в горном кластере, так и в прибрежном. Отличительной чертой этих игр становится то, что принимают в них участие исключительно военные. Мы рассчитываем, что более 4000 человек примут участие в этих играх. И, конечно же, для города Сочи это очень значимое мероприятие. Мы его ставим одним из мероприятий года 2017. Надеемся, что большое количество гостей, которые в это время будут находиться здесь, а это с 22 по 28 февраля, посмотрят эти игры, примут участие как зрители. И я хочу сказать, что будет очень интересно. И только потому, что видя, как во время подготовки те люди, которые подготовят, военные, как они относятся к этому мероприятию. Я уверен, что все будет на самом высоком уровне. Уровень безопасности, уровень подготовки. Все проверили. Вот еще раз повторюсь, буквально вчера подписали протокол. И мы рассчитываем, что как и Олимпийские игры 2014 года, как и этап Формулы-1, по итогам комиссии будет признана, что эти игры будут самые лучшие в мире. Но они же впервые в России проводятся. Да, и Олимпийские игры были впервые, и Формулы-1 были впервые. Но по итогам признавали лучшими в мире. Поэтому планку опускать нельзя. В Сочи в начале декабря прошел заключительный инспекционный визит Международного совета военного спорта. Как комиссия оценила готовность Сочи принять третьи зимние всемирные военные игры, расскажем в нашем следующем сюжете. Члены комиссии Международного совета военного спорта задают последние вопросы и обсуждают нюансы обстановки многофункциональной арены. Здесь сейчас проходит Кубок России по керлингу. А 23 февраля, в День защитника Отечества в Ледяном Кубе, состоится церемония открытия третьих зимних всемирных военных игр. Руководитель делегации и проектный менеджер игр отмечают. Олимпийские объекты в отличном состоянии. Для проведения зрелищного патриотического состязания готова вся инфраструктура. Я уверен, что игры пройдут на высшем уровне. Комиссия удовлетворена сотрудничеством с организаторами и уровнем подготовки. Думаю, полностью будет подтвержден наш девиз – дружба через спорт. Мы уверены в успехе мероприятия. Все страны внесут свой вклад в игры. Мы взаимодействуем с высокопрофессиональной командой из ЦСКА и Казани. Они вносят новинки в работу военных видов спорта. Мы учимся у них. Кроме того, здесь предоставлены отличные условия для размещения спортсменов. Разработана отличная культурная программа. Это будет незабываемый праздник. До старта уникального мероприятия, которое соберет порядка двух тысяч спортсменов из сорока стран, осталось два месяца. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы проработать организационные моменты и обдумать, как пройдет церемония открытия. Рассматриваются и варианты эстафеты символичного огня. Один из них озвучил начальник ЦСКА во время пресс-конференции. Огонь будет зажжен в Швейцарии и Лазане, у штаб-квартиры Олимпийского комитета, от огня, который горит у памятника, монумента, основателю современного Олимпийского движения, в городу КВТН. Мы планируем провести воинский ритуал в виде вложения генгу в памятнику российской делегации. Если примут этот вариант, то символические огни одновременно зажгут в пяти военных округах России – Камчатке, Мурманске, на вершине Эльбруса, в Центральной России и на Дальнем Востоке. Все огни сойдутся в Москве перед зданием Министерства обороны, откуда и начнется эстафета огня игр в Сочи. Зажжет и пронесет факел посол Всемирных военных игр. Им назначена двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. Сейчас мне придется как можно больше работать и в продвижении темы зимних военных игр, подготовки. То есть все вот эти мероприятия я должна буду охватить, работать в этом ключе, популяризировать военный спорт, то есть вот эту тематику. Тем более, если мы возьмем статистику, то за последние два года престиж службы в армии в нашей стране достаточно высокий. За пять дней среди лучших представителей национальных команд будут разыграны 44 комплекта наград в семи видах спорта. Биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ориентирование на лыжах, ски, альпинизм, скалолазание и шортрек. Состязания примут олимпийские объекты и горнолыжные курорты. Объекты самые лучшие в мире. Здесь были олимпийские игры. Что касается объектов, мы уверены, что будет все очень классно организировано. Сейчас надо оргкомитет сделать все, чтобы было подготовлено для военных команд, чтобы приехали игры, чтобы прошли на высоком уровне. Помимо спортивных объектов, делегация Международного совета военного спорта посетила и гостиницы, где будут проживать спортсмены-военнослужащие, их родственники и коллеги. В одном из отелей расположится штаб комиссии. Создадут и специальный батальон военных волонтеров, специалистов, обладающих профильным образованием. Они помогут организовывать соревнования, судейства и работу технических специалистов. 13 декабря состоится заседание организационного комитета, на котором мы доложим результаты работы вчерашней и сегодняшней нашего визита инспекционного. Но в общем, центр по подготовке играм, который создан на базе Центрального спортивного клуба армии, нашего прославленного клуба, работает. И решение протокола, который мы подписали сегодня с генеральным сектором СИЗМ, полковником Дорох Мамбико, это тому лишнее подтверждение. Свои обязательства в полном объеме выполняет и принимающая сторона. Город готов обеспечить комфортное пребывание участников и гостей военных игр, предоставит своих волонтеров рекламу, транспорт и безопасность. Транспортная инфраструктура полностью готова к функционированию в период проведения игр. В высокой степени готовности находятся все наши медицинские учреждения. Прежде всего, речь идет о 8-й Краснополянской больнице и 4-й городской больнице, а также о станции скорой медицинской помощи. Что касается зрительской программы, то посетить военные игры смогут все желающие. Для доставки болельщиков на объекты привлекут до 100 единиц транспортных средств – туристические и городские микроавтобусы. Отмечу, зимние военные игры Россия примет впервые. До этого они проходили в Италии и Франции. А много уже участников заявилось на военные игры? По количеству участников я могу сказать, что мы рассчитываем, что около 50 стран примут участие. На сегодняшний день, сколько заявилось, сказать не могу, но я думаю, что все приедут. И проходить будут на разных объектах? Объектах и в горном кластере, и в прибрежном, так же, как и Олимпиада? Да, открытия и закрытия пройдут на территории Ледяного Куба. Задействован будет большой, но основные все мероприятия все-таки пройдут на горном кластере. Это и лыжные гонки, это и биатлон. Также будет такой интересный вид спорта, как скалолазание. Поэтому у военных свои виды спорта, они себя покажут. Будет очень интересно. Будем надеяться, что на трибунах будет много болельщиков. Вообще, сочинцы тоже становятся активными болельщиками. Можете озвучить несколько крупных каких-то мероприятий спортивных, которые город наш ожидает в ближайшее время? В 2017 году мы планируем более 200 только значимых мероприятий провести. Что такое значимое мероприятие? Это мероприятие международного уровня, либо мероприятие всероссийского уровня с большой привлекательностью зрительской. Все эти мероприятия можно увидеть на сайте администрации города Сочи, план на 2017 год и для себя выбрать то, на которое хотят сходить зрители. Из основных, вот на ближайшее время, это конечно же первоочередное, это проведение военных игр всемирных, формула-1 наша традиционная, чемпионат мира по боксу. Это вот я навскидку, что только вспоминаю на первые, на ближайшие месяца 4. Ну а так больше 200 мероприятий. Ну и конечно же одно из самых значимых мероприятий, оно не совсем спортивное, но спорт обязательно будет там присутствовать. Это молодежный форум, который пройдет в городе Сочи осенью 2017 года. Мы к нему тоже очень готовимся, и это будет очень знаковое событие, и я думаю оно будет просто феноменальное. Будет большое количество молодежи приедет в город Сочи, будет планируется большая культурная программа на время. Поэтому я думаю, гостям будет интересно в это время находиться в городе Сочи и подключиться к этому прекрасному форуму. С нетерпением ждем. Спасибо большое, что стали сегодня гостем нашей программы. Спасибо, что к нам пришли, и спасибо за интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пелосян. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе», будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова